Музыка Какова позиция малого и среднего бизнеса в отношении запрета продажи алкоголя в многоквартирных домах? В муниципальном центре культуры провели заседание координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии Магадана. По словам предпринимателей, если закон примут, он ударит не только по бизнесу, а также по городскому, областному и федеральному бюджетам. Надо не забывать, что именно в региональный бюджет и в местный бюджет у нас самая длинная доля как раз таки идет, это НДФЛ. Что будет в случае принятия этого закона? Да, часть магазинов отвалится, но при этом объем продажи алкогольной продукции, он не поменяется. По словам авторитетного источника, законопроект не борется с пьянством на Колыме. Те торговые точки, которые не будут попадать под действие закона, станут монополистами. Ведь цена на спиртосодержащую продукцию резко возрастет, уверяют эксперты. Также область ждут экономические потери. После закрытия точек многие лишатся работы. Тысяча людей, ну я так думаю, что это по самым малым подсчетам. Еще есть определенный обслуживающий персонал, который не только в этих магазинах работает, а и бухгалтерия, и непосредственно собственники бизнеса, которым придется либо как-то переквалифицироваться, либо просто покинуть нашу область. Поэтому это будет, мне кажется, больше, чем тысяча человек пострадает в этом случае. Но помимо потери рабочих мест. То есть в любом случае, когда будет какая-то незанятая ниша, это пойдет все в тень. То есть магазины, которые даже если останутся торговать без алкогольной продукции, то это будет либо продажа из-под полу. Также возрастет спрос на доставку спиртосодержащей продукции. Меньше алкоголь употреблять не станут, отмечают эксперты. Кроме того, в черте Магадана, в поселках Сокол, Уптар, почти все магазины находятся в многоквартирных домах. Там нет ни одной точки, которая находится вне магазина. Они будут ездить в Магадан, Уптар, Снежная долина. Кто просматривал? Такими тетериями пользовались разработчики закона, никто не знает. Скорее всего, надо к этому подвести. Кроме того, как утверждают эксперты, борьба с алкоголем таким образом не увенчается успехом. Примеры в стране есть, и их немало. Найти информацию можно в рейтинге трезвости. В 18-й год республика Сахар занимает 45-е место. В принципе, образцово показательно, учитывая, что Магадан у нас всегда в тройке лидеров болтался. В 19-й год ничего не меняется, запреты остаются, они там не ужесточаются, не уменьшаются. Республика Сахар скатывается на 51-е место. В 20-й год, в 63-е. Так что влияет на уровень трезвости населения, уж явно никакие не запреты. По мнению общественников, риски не оправданы. Магадан может потерпеть огромные убытки, как со стороны муниципалитета, так и со стороны бизнеса. Поэтому перед тем, как законопроект принять, нужно оценить все плюсы и минусы, утверждают специалисты. Поселки Снежном завершают возведение коробки здания, школы, детского сада. Она рассчитана на 50 учебных мест, 30 мест займут дошкольники. Сейчас в корпусе столовой возводят кровлю, также утепляют фасад здания. По словам специалистов, сложности в зимний период не возникает, разве что процесс движется медленнее. К отделочным работам пока не приступили. К отделочным работам в день, через 10 начнем столовую. Начнем монтаж электрики, после окончания работы по монтажу электропроводки приступим уже к отделке. В здании будет два этажа. Необходимое оборудование и нужные материалы в наличии, отмечают рабочие. На стройке сейчас трудятся 60 человек. Заказчик объекта – департамент САТЭК мэрии Магадана. Возводят школу в рамках национального проекта образования. Помимо учебного блока в здании предусмотрен пищеблок, медицинский кабинет, рекреации и спортивный комплекс. Завершить строительство планируют в сентябре 2021 года. Одобряют ли жители областного центра запрет на продажу алкоголя в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах? Такой опрос запустили на портале «Открытый Магадан». Напомним, законопроект опубликовало правительство Колымы. Согласно ему, торговля в магазинах, которые находятся в жилых домах, будет запрещена. По словам специалистов, таким образом борются с наливайками – кафе, где в ночное время можно купить алкоголь. Однако в такой формулировке законопроект ограничивает деятельность и других легально торгующих предприятий. Достаточно много предпринимателей чувствуют себя уязвимыми из-за этого законопроекта. Я хочу сказать, что у нас, например, я проехал по улице Гагарина, и сразу смотрю, закрыто, 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 аж туда ниже магазина «Ветеран». Если говорить в цифрах, то 80% продовольственных магазинов, в том числе, которые торгуют алкогольным, у нас находятся в многоквартирных домах. Если выпадет сегодня из товарооборота вот эта масса алкогольной продукции, то предприниматели не смогут получать, конечно, той денежной массы, на которую они рассчитывают. А если предприниматели не смогут получать хороший доход, то они закроют свой бизнес. Соответственно, отметил Юрий Гришан, люди потеряют рабочие места, а бюджет – налоги. Также магаданцы не смогут купить необходимые продукты питания рядом с домом. По словам градоначальника, из-за пандемии предприниматели и так потерпели убытки. И чтобы ситуация не повторялась, решение должно быть хорошо обдуманным. Зимнюю рыбалку в Магадане нельзя запретить. Невозможно и штрафами решить проблемы безопасности на льду, отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Для рыбаков необходимо создать условия и обеспечить контроль за ледовой обстановкой. Выписка постановлений не изменит ситуацию в лучшую сторону, утверждает глава региона. В связи с этим губернатор Магаданской области дал поручение немедленно приобрести аэролодку и судно на усиленных воздушных подушках. Техника снабжена современным поисковым и спасательным оборудованием. Это обеспечит службам продуктивную работу в непогоду и ночью. Сами магаданские рыбаки положительно отреагировали на конструктивную позицию губернатора и высказали свое мнение по этому поводу. Рыбалку в Магаданской области и нельзя, и бессмысленно, потому что многие именно в Магаданской области остаются только потому, что здесь можно ходить на рыбалку, попадать на природу куда-то. А если это запретить, то Магаданская область теряет свою прелесть. Гораздо более безопасно будет, если будет проводиться постоянный мониторинг ледовой обстановки, и в безопасные места можно будет выезжать, если будут съезды. Рыбаки отмечают, что около семи лет назад ситуация с зимней рыбалкой была иная. Сотрудники спасательной службы мониторили ледовую обстановку, устанавливали светоотражающие ленты и огораживали опасные участки. По словам рыбаков, сотрудники гидромедцентра Магадана каждую неделю проверяли лед. Сотрудники службы выезжали, забуривали ледовый участок и говорили рыбакам, какая толщина льда на этот момент. Сейчас, я так смотрю, просто властям проще запретить, нежели заставить кого-то работать. Именно вот эти определенные структуры, те, которые должны работать, по идее, с ледовой обстановкой. Опашные участки, там, допустим, трещины, где-то какие-то промоины, они в любом случае появляются. ГОЧС, они должны огораживать, и все, лентами. Вот они табличку вешают перед выездом на лед, и все, и они с себе снимают ответственность. То есть, они по факту не работают. Работают только тогда, когда начинают люди тонуть. Рыбацкое сообщество поддержало инициативу губернатора Магаданской области об отмене запрета зимней рыбалки. Эта система оказалась значимой для людей. Колымчане уже активно обсуждают ее в социальных сетях. Вместе с рыбаками позицию главы региона поддержали и активисты общественной палаты Магадана. Общественники знают ситуацию и готовы включиться в конструктивное взаимодействие между главой региона и людьми. Они уже собирают предложения, чтобы их систематизировать, и направить официальное письмо с предложениями от имени рыбацкого сообщества Магадана на имя Сергея Носова. Разговор не только в том, что запретить или не запретить. Запретить рыбалку зимой – это вообще глупая идея, и она нереализуемая вообще абсолютно. Запрет действует уже много времени, но продолжается рыбалка, и люди продолжают нарушать. Просто это искусственное создание правонарушения. Но есть и более конкретные вещи. Это оборудование нормальных съездов, это подъездные пути к местам традиционного рекреации. Отсыпка на Гертнера. То есть мы все эти места знаем, но они в каком-то полузаброшенном или заброшенном состоянии. И это, конечно, тоже фактор. Представители общественности считают, что улучшение условий для зимней рыбалки не составит особого труда для региональной власти. Люди воспримут это положительно, и диалог между двумя сторонами наладится.